Дочерей Кейна 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 Вички, слотер сестры, змейки, котлы, все имеют рел копеек на бег. Неплохое полезное правило, позволяет более надежно бегать юнитам. Во второй ход вы получаете правило Headlong Fury. Вы можете перекидывать единички уже на чарж. Что в совокупности с вашим бонусом в первый ход, дает вам довольно стабильную скорость. Учитывая, что многие юниты в армии умеют бегать и после этого атаковать, то есть чаржить. Вы будете получать рел копеек на все. То есть можно с уверенностью сказать, что куда-то ваш юнит дойдет. То есть до вожделенного оппонента и прольет его кровь. В третий ход вы получаете правило Zealots Rage. Вы реролите единички на попадание в ближнем бою. Именно в ближнем, то есть melee weapons. И более того, все ваши дружественные... Внимание, это кейворд Avatars of Cain, то есть аватары Кейна становятся ожившими. Ну тут написано Animated, не анимированными, естественно, это не CGI-ка. Ваши аватары, забегая немножко вперед, стоят у вас на котлах. Также их можно брать отдельным юнитом. Правило гласит, что до третьего хода их надо пробуждать молитвами. Молитвы делаются по одной вход, вам скорее всего хочется намаливать что-то другое. Поэтому это хорошая вещь, которая позволит большую часть битвы все-таки сражаться вашим аватаром. А аватар дерется ого-го. Но до этого мы еще дойдем. Что же мы получаем в четвертый батл раунд? Слоттерер's Strength. Вы можете перебрасывать единички на ранение атаками в ближнем бою этим юнитом. То есть за его мили оружие. Очень неплохо, очень неплохо. Многие ваши юниты вундят по базе на 3+, и за иметь сюда рерол копеек совершенно не дурственно. Более того, бонусы на ту вунд, то есть какие-то реролы, или бафы, или даже дебафы встречаются значительно реже, чем на ту хит. То, что у дочерей это автоматически вшитое правило, которое хоть и работает только с четвертого батл раунда, это уже круто и говорит о многом. И, наконец, пятый ход. Моя любимая обилка Unquenchable Fever. Очень просто. Вы понижаете характеристику рунда всего оружия, которое таргетит ваших дочерей Кейна, на один. То есть, если наивный противник бьет по вам с первым рендом, получается бьет вообще без ренда, то есть без пробития доспеха. Если со вторым рендом, то бьет всего лишь с первым, что не так уж и страшно, и это можно митигировать разными способами. Очень крутая обилка, почему я их так хвалю, несмотря на то, что они накапливаются последовательно каждый батл раунд до последнего. И две, наверное, самых полезных у нас сосредоточены ближе к концу игры, в четвертом и пятом батл раунде, соответственно. А потому что дальше мы увидим, что можно повышать себя определенными способами свою таблицу. То есть, на первый ход вы, например, будете считаться как уже на второй ход, соответственно, этой таблицей. И, то есть, допустим, опять же, в первый батл раунд вы будете не только реролить копеечки на бег, но также и на чардж. Соответственно, и остальные обилки вы будете получать раньше. Но до этого дойдем. Пока что что можно сказать? Очень, на самом деле, крутая таблица, потому что, в отличие от, допустим, тех же и донетов, у них бонусы не суммируются. Они там есть хорошие, весомые, но не суммируются. То есть, в один батл раунд вы можете применять одну способность, во второй другую, в третий третью, но не все вместе. Здесь же к пятому ходу, даже к четвертому и даже к третьему, можно сказать, ваша армия будет абсолютно диким вихрем насилия носиться по всему полю боя и раздавать нещадно. Поэтому очень круто, но это еще не все. Также вся наша армия дочерей Тхейна подвержена правилу Fanatical Faith, фанатичная вера. Все очень просто. Это шестая варда на все юниты. Все, точка. Да, вот так просто. Никаких вам аур, никаких раздач от героев, никаких грейвсайтов, ничего пробрасывать не надо. Просто, банально, все ваши юниты, начиная с самых простых эльфийских ведьм, witch elves, до марати, имеют шестую варду по базе. Это очень просто, очень легко запомнить и очень-очень круто. Это повышает живучесть армии и дает ей так необходимую защиту от всяких морталок и высоких рендов, которые их ждут. То есть, абсолютно без защиты вы не останетесь, даже если, по-моему, будут бить там с высокими рендами, морталками и чем угодно. Но я вообще могу долго рассказывать, как круто иметь шестую варду без всяких условий, потому что сам в силу своих предпочтений в Вархаммере, то есть, за нежить часто играю вот за идонетов. Ну, хотя главное у меня, конечно, уже на протяжении примерно 10 лет остается нежить, то есть, еще в современном Вархаммер Фэнтези Бэттлз. Ну, в общем, сейчас речь не об этом, речь о том, что шестая варда очень круто, очень хорошо. Очень хорошее свойство. Второе, уже прошу заметить, вот эта таблица. Ну и дальше у нас идет описание того, что есть различные храмы Кхайна, которые выславляют его, Крового Рукового Бога. Мы посмотрим на них правила чуть позже. Соответственно, если выбираете один из храмов, то соответствующий кейворд добавляется каждому вашему юниту, кроме того случая, если у него уже имеется кейворд храма. На самом деле, у нас только один такой юнит, это герой, и о нем мы также поговорим позже. Соответственно, получая этот кейворд, они получают все плюшки, которые им дает этот храм, и все правила, связанные с ним. Что ж, идем дальше. Allegiance Abilities у нас закончились. За ними идут Common Traits. Соответственно, первая таблица, которую нас встречает, Paragons of Murder. Соответственно, эту таблицу могут себе брать только эльфийские дочери Кхейна. Объясняю, это кейворд Daughters of Cain I Elf General Only. То есть, ваши Медузы или Мелусая герои брать этого не смогут. Только ваши Харквины и Слотарквины в различные итерации. Ну, то есть, будь то пеший или на котлах. Первый Common Trait. Baited in Blood. Ну, омовенный в крови. Добавьте плюс один к характеристике ран этого генерала. В дополнение, в начале вашей героической фазы, вы можете полечить одну рану, аллокейченную на вашего генерала. Ну, это неплохое свойство, скажем честно. Я думаю, мы их встретим еще много, но сразу оговорюсь, чтобы быть, извините за тавтологию, максимально честным. Скорее всего, вы будете и захотите играть по храму. Поэтому Common Trait'ы мы пройдем довольно быстро. Я их сильно анализировать не буду, потому что в храмах, которые представлены в этой книге, абсолютно во всех есть уже Common Trait'ы. Именно те, которые вы обязаны взять на своего генерала, так как генерал у вас может быть только один. Вывод напрашивается сам. Эти таблицы Common Trait'ов вы будете использовать исключительно редко. Итак, второй Common Trait' — Зилас Рейтер. Плюс 2 к храбрости дружесных дочерей Кейна, пока они находятся полностью в 12 от этого генерала. Третий Common Trait — Sacrificial Overseer. Плюс 1 к броскам на попадание в ближнем бою этим генералам на все его оружие. Четвертый Common Trait — минус 1 к броскам на попадание по этому генералу, при том как от стрельбы, так и от оружия ближнего боя. Master of Poisons. Плюс 1 к урону, нанесенным каждой успешной атакой этого генерала. То есть, ну, бьетесь с первым дамагом, соответственно, дамаг становится со вторым. Там пробуждаете мечик свои хага, у него становится до третий дамаг с этим свойством, он у него становится до 3 плюс 1, то есть от 2 до 4. Ну, круто, прикольно. И шестой Common Trait — True Believer. Вот как раз одна из тех механик модификации вашей таблицы Кравовых Ритуалов, Blood Ride Stable, о которой я говорил. Этот генерал всегда считается на одну ступеньку выше по таблице. Ну, то есть, допустим, понижение рэнда по себе он будет получать не на пятый батл раунд, а на четвертый. Полезно, прикольно, можно дать хаг к вине на котле, но, опять же, использовать вы это, скорее всего, не будете. Итак, дальше у нас идёт три Common Traita, которые можно дать только Blood Rack Medusa. Это, собственно, Медуза, если она назначена генералом. Первый — Arcane Mastery. В вашу героическую фазу вы можете перебросить один бросок на каст, анбинт или диспел за этого генерала. Ну, клёво, прикольно, только вам это не пригодится. Второй Common Trait — также просто минус один к броскам нападания по этому генералу. Он дублирует абсолютно четвёртый из-за Paragons of Murder. Соответственно, третий Common Trait — Fearsome Presence. Вы можете перебрасывать проваленные батлшок-тесты за дружественных дочерей Кейна полностью в мятности от генерала. И финальные три Common Traita, которые может использовать только Милусай Айон Скейл. Это новый герой, который у нас был представлен в... Ну, назовём это Стартером. Стартеры с Лайнишитами. Она клёвая, она классная, о ней поговорим позже. Вот, если вы назначаете одну из таких генералом, она может взять один из трёх следующих Common Trait. И первый из них — ветеран Катра Ордюля. Ну, Катра Ордюля — это, видимо, какая-то местность или название сражения. Итак, если этот генерал — часть вашей армии и начинает сражение на непосредственно столе, то есть не уходит в резерв, то в начале вашей героической фазы киньте кубик. На четыре плюса вы получаете один доп.кп. Ну, приятно, круто, доп.кп — это всегда очень хорошо. Второй Common Trait — Impenetrable Scales — непробиваемая чешуя. Плюс один к сейлу. Ну, банально, но прикольно. Жалко, стакать нельзя, потому что у дочерей Кейна очень много способов раздать плюс один к сейлу, мы к этому подойдём. Ну, почему нет? Почему нет? Пусть будет. Больше РНД сможет поигнорировать, если что. И третий финальный — Fueled by Revenge. Раз за битву вашу героическую фазу, вы можете использовать команда-обилку этого генерала, вшитую. The Wrath of the Scathborn. То есть, это её, собственно, вшитая команда-обилка. Без страт и команд-поинт. Ну, она довольно хорошая, опять же, о ней поговорим. Всё круто, но вряд ли вы будете использовать эти команд-риты. Что, конечно, немножко печально. С другой стороны, никто не мешает вам, скажем так, создать, придумать свой собственный храм. То есть, храмов и дочерей Хейна гораздо больше, чем представлено в этой книге в плане правил. Потому что есть маленькие, есть средненькие, есть большие. Их очень много. Какие-то из них быстро загибаются и погибают от разных причин. Какие-то разбивают, какие-то сливаются. Это постоянный процесс. В книжке представлены только-только вот самые большие, можно так сказать, вечные храмы. То есть, в котором ничего не будет. Это прям вот top of the line. Вот. Самые такие крутые храмы. Может придумать собственный и особенно на маленькие форматы попробовать гонять со своей собственной задумкой. Взять, допустим, вот генералом одного из видов своих героев и что-то от этого делать. Опять же, получать доп.кп, это сладко. Там использовать команд-обилку бестраты тоже весьма хорошо. Это может вам помочь. Особенно на маленькие форматы, где вам прям вот надо-надо-надо всё использовать, что у вас есть. Вот. Но пойдём же дальше. И вот в этом самом мифическом дальше нас уже встречает интересный разворот. Это наши артефакты. Артефактов здесь очень много. Очень. Так что без лишних рассуждений посмотрим же на первую таблицу, из которой могут брать себе артефакт абсолютно любые герои-дочерей Кейна. То есть и ваши Медузы, и ваши Мелусай, и ваши Лельфиечки. Абсолютно кто угодно. Итак, первый из даров Марати, а именно так называется эта таблица, Crown of Woe. Вычтите два из показателя храбрости вражеских винтов, пока они находятся в 7 дюймах от носителя. А также, если носитель смог убить какие-либо вражеские модели, то радиус этой способности увеличивается до 14 дюймов. До конца битвы. То есть достаточно один раз кого-то убить, чтобы повысить себе ауру в два раза. Притом не Холи Визин, 14 дюймов, это довольно много. Неплохой артефакт, в принципе, заигрывать с броеваком противника иногда имеет смысл, но опять же, именно что иногда. То есть не всегда вам это свойство пригодится. Некоторые армии довольно неплохо справляются с прохождением Баттлшок-тестов, несмотря на все модификаторы. Какие-то просто умеют очень хорошо игнорировать. Но, в принципе, средней полезности артефакта он имеет место быть, и если у вас есть доступ к большому количеству, то над ним, возможно, даже стоит подумать, чтобы попытаться нанести дополнительный урон противнику. А урон от Брейвери может быть довольно высокий, особенно на юнитах, где не так много моделей, но при этом каждый из них довольно сильный. То есть, допустим, там Акелянская Стража и Данет, где там под 3 модели за 195 очков буквально, но Брейвак 6, там он да, раскачивается. Но уж если они провалят Баттлшок-тест, то даже одна потерянная такая модель, это довольно сильный урон для армии и для отряда. Второй артефакт. Шадракарс Фэнк. Выберите одно из оружий ближнего боя-носителя, добавьте плюс один к броскам на попадание этим оружием, а также, если кинете на попадание шестерку, то цель получает одну Мортал Вунду в дополнение к любому дамагу. То есть, атака сиквенс не заканчивается, а продолжается. То есть, можно кидать на ту Вунду, а дальше противник будет кидать сейв. Ну, это на самом деле не очень полезный артефакт, потому что, несмотря на ориентированность вашей армии, то есть на ближний бой, ваши герои не так, чтобы часто хотят первыми залетать к оппоненту, а если и хотят, то там не настолько много атак, чтобы пробросить эти бонусные Морталки. И этот плюс один ту хит тоже, в принципе, не самое полезное свойство, потому что попадаете вы и так хорошо, а если нет, то у вас есть три ролички, у вас, опять же, есть возможность использовать плюс один на попадание. В общем, ненужный артефакт на самом деле. Идем дальше. Третий артефакт, Амулет Темного Огня, Эмилет оф Даркфайр. Киньте кубик каждый раз, когда носитель получает Морталку, именно Морталку от заклинания. На 4+, она не гейтится. Ну, понятное дело, четвертая варда от Морталок с заклинаний. И это совершенно не самый полезный артефакт, скорее всего, даже бесполезный в нынешней редакции, потому что есть базовые энхансменты, базовый артефакт, Эмилет оф Дестине, который могут брать все армии, и он дает вам пятую варду, но абсолютно от всего. То есть не только от Морталок и не только от заклинаний, просто у вас пятая варда. Если уж у вас в Мете так много условных Теклисов, Лачей и прочего, что может вас действительно в потенциале заморталить заклинаний, лучше уж возьмите вместо четвертой варды только от этих заклинаний пятую, но зато от всего всегда и стабильно. В общем, едем дальше. Мусор и не нужно. Четвертый артефакт, Кроун Блейд. Выберите одно из оружий не ближнего боя носителя, ну, по классике, и в конце комбат-фазы, если какие-нибудь вражеские модели были убиты этим оружием, именно этим, то можете похилять до 3 ран, которые ранее были нанесены носителю. Ну, фактически это вампирский хангар. Ну, круто, прикольно. В принципе, в принципе, для героев на котлах это может быть неплохим подспорьем, но, опять же, вот чего вы хотите. Возможно, кого-то убить в ближнем бою, до которого еще надо доехать, еще кого-то убить и конкретным оружием, или заиметь пятую варду вместо отхила до 3 ран, который триггернется, ну, от 1 до 3 раз за битву, и вот 3 это прям вообще максимум и потолок. То есть вы пятой вардой, на самом деле, отсейвите себе гораздо больше внесенного урона, чем лечить по D3 ран, если кого-то убили. Опять же, не самый полезный артефакт для выживания, есть лучше. Идем дальше. Пятый. Thousand and the One Dark Blessings. Киньте кубе каждый раз, когда получаете рану или марталку на носителя, на пятерку это рана или марталка, не гейтится. Вот оно, вот оно, мистер Андерсон. Это у нас пятая варда. Без всяких прикрас. От всего. Вот зачем это в таблице с амулетом темного огня, вернее, наоборот, зачем амулет темного огня, который на четверку позволяет не гейтить раны от заклинаний, когда есть пятая варда, вообще от всего. Более того, артефакты дублировать нельзя, но вы можете, допустим, взяв два котла или два героя, которых вы очень хотите сохранить, и имея на руках доступ к двум артефактам, вы можете взять вот это, то есть тысяча и одно темное богословение, то есть пятую варду раз, и амулет судьбы из общего пул артефактов, амулетов Destiny 2. То есть у вас два героя смогут гонять в пятой варде от всего. Ну, по-моему, вот это гораздо более хороший план, чем зачем-то брать четвертую варду от заклинаний. Хороший артефакт, он вам пригодится, опять же, то есть почему нет? Доступ к варде это всегда очень хорошо, у вас много героев, которые имеют в своем распоряжении довольно много ран, то есть по 13, и им эта пятая варда действительно будет выгодна. Ну и шестой артефакт, Blood Bay and Venom. Опять же, выбираете одно оружие ближнего боеносителя, и в конце комбат-фазы, если вы нанесли им какие-то ранения, но модель при этом не была убита, киньте кубик. Если кинете равно или больше, чем базовая характеристика вундов, то есть вунд-карактеристик, то модель автоматически убита. Ну, на самом деле, это трэш и мусор, потому что он у вас сработает, ну, раз в 20 игр, скажем так. То есть мало того, что вам надо нанести рану конкретно этим героям, одним оружием, какому-то другому герою, который, очевидно, будет хорошо защищен, до которого вы вообще не факт, что дойдете именно носителем. Вам надо еще будет кинуть, ну, самая минимальная пятерку, потому что героев с четырьмя вундами в игре, ну, очень мало, их там буквально 2-3 штуки. Вот. То есть, ну, это вам не нужно. Много шести вундовых, Lucky Six, опять же, у вас нету каких-то Dedicated Assassin's or Hero Hunter, которые будут прям хотеть вот выцепить какого-то конкретного героя и заиметь вот это вот свойство в дополнение. Так что нет. В этой таблице, Даров Марати, которую могут брать любые герои, я напоминаю, есть, на самом деле, вот два хороших артефакта. Это корона, которая позволяет очень сильно резать брейва к противнику, и это реально может сработать и нанести довольно ощутимые потери оппоненту. И также очень неплохой артефакт, это пятая варда. Опять же, это обособленный артефакт, то есть можно брать две пятые варды в армию, никогда не было бесполезно. Едем дальше. Артефакт of Shadow, артефакты тени, которые могут брать только Бладрэк Медузы. Первый артефакт, Shadow Stone, плюс один к броскам на каст. Опять же, очень просто, очень эффективно, никогда лишним не было, если сможете встать возле Террейна магического, получите еще плюс один на каст, и ваша Медуза уже будет кастить два раза, а именно столько забегая вперед, она умеет кастить. С плюс два каста. Полезно, хорошо, особенно на маленький формат, где вы не можете, то есть там до полутора тысяч очков, потому что она будет занимать больше половины очков от суммы армии. Очень полезно, очень хорошо. Особенно, учитывая, что у вас есть один спелл, мы до него очень скоро дойдем, который вы, ну, очень хотите скастовать, вот прям кушать не можете, крови не хотите, вот хотите именно этот спелл. В общем, хорошая вещь, полезная сразу. Таблица открылась мажорно. Что же будет во втором? Руна Ульгу, все очень просто опять же, носитель знает одно дополнительное заклинание, злор и теней. Скорее всего не пригодится, потому что у Медузы есть ее собственный вшитый спелл, который вы, скорее всего, захотите кастовать в четыре батл раунда из пяти. Есть Мистик Шелл Аркейн Болт, который также полезен. Вы уже и так берете один спелл из лоры, скорее всего, с расчетом на то, что вы захотите его кастовать, поэтому, ну, в общем-то, это не особо нужный артефакт. Зачем оно надо? Не очень понятно. Если это ваш единственный магический выбор, то, может быть, имеет смысл, но практика показывает, что нет. В общем, просто нет. Не нужно. Идем дальше. Третий артефакт. The Mirror Glaive. Зеркальная глефа. Каждый раз, когда носитель успешно анбиддит заклинание, он может немедленно попытаться скастовать Аркейн Болт или Мистик Шилд, как если бы это была ваша героическая фаза. В дополнение, если бросок на створение был успешен, это заклинание не может быть развеяно, то есть противник не будет кидать на анбинд. Вот это очень интересный артефакт, на самом деле. С ним можно проворачивать кучу трюков, то есть вы представляете, там, вашу фазу что-то пошло не так, вы не проложили Аркейн Болт, вы не проложили Мистик Шилд. Ну вот Аркейн Болт скорее всего не понадобится, сконцентрируемся на Мистик Шилде, на вашем родном заклинании или там на заклинании из лоры. В общем, не получилось у вас это сделать. Ваша Медуза также может один раз анбиндить. Это в ее правилах сказано. Если вы это делаете, то это очень хороший способ просто взять и положить плюс один к сейву куда-то. Более того, если даже вашу героическую фазу вы этот Мистик Шилд уже положили на один отряд, никто вам не помешает, успешно разбив вражеское заклятие, положить этот Мистик Шилд второй раз куда-либо. То есть хоть на тот же отряд, чтобы он рент игнорил, там уже первый получается. Хоть на другой отряд, хоть на саму себя. Полезная штука, полезная. В некоторых матчапах очень хорошо может сыграть. Потому что есть такие армии, есть, которые любят кастить, но у них не очень большие бонусы на каст. Или они отсутствуют вовсе. И вот этот артефакт, он прям прикольный, я бы сказал. Очень полезный и я бы сказал неожиданный для оппонента. Потому что вот чего-чего, а то, что вы будете кастить Мистик Шилд в его героическую фазу, да и он еще и не сможет это отбить. Это неожиданно. Даже играя с тем же Дзинчом, вы можете попытаться разбить какое-нибудь простейшее заклинание, идущее с отряда пинкореров. То есть там себе то, что они прокладывают. Если это сделаете, получите доп. защиту. Очень хорошо, я считаю. Очень прикольно. То есть, в принципе, пригодится, ну, почти всегда. Только если вы не играете против армии, которая вообще в магию не умеет. Ну, пойдем дальше. Четвертый артефакт. Sevenfold Shadow. Раз забитого в вашу фазу движения, вместо того, чтобы подвигаться носителем, вы можете фактически телепортировать ее в любое место на поле боя дальше, чем в 9 дюймах от вражеских юнитов. Опять же, это просто телепорт. Медуза на котле может вполне захотеть этим воспользоваться, потому что у нее есть хорошая стрельба, скажем так, которая работает следующим образом. Вы выбираете вражеский юнит в 12 дюймах и за каждую модель в этом юните, которая попадает в этот радиус, например, 12 дюймов, вы кидаете кубик. На 5 плюс вражеский юнит получает марталку. Здесь фишка в том, что вы телепортируетесь и встаете в 9 дюймах от вражеского юнита, то есть на 3 дюйма залезая, строго говоря, внутрь этого юнита. Моделей можно охватить довольно много. На котле у него большая подставка, это будет сделать проще. И она очень хорошо сможет реализовать свою стрельбу. Опять же, ваша медуза в опасности, неаккуратно поставили что-то еще, просто телепортируйте ее куда вам надо. У вас поменялись планы, вы хотите вести армию по другому флангу, хотя изначально ставили свою медузу, рассчитывая на иное направление, вот опять же можно использовать. Да, можно даже проще поступить, можно оставить вашу медузу в деплойке, допустим, на вашей точке, пока ваш арт продвигается вперед, а в нужный момент, когда вам эта медуза понадобится в гуще боя, взять и телепортировать ее за спины своих соратников, вернее соратниц, ну или за спину неожидающего оппонента, потому что, в принципе, медуза на котле вполне себе способна справиться с даже средненькими героями, там, шести вундовыми. Вот, поэтому неплохой артефакт, в целом неплохой, я все еще считаю, что плюс один к кастам и зеркальный оглеф, который позволяет вам во вражескую фазу скастить мистик шилд полезнее, но у Sevenfold Shadow тоже однозначно есть применение. Пятый артефакт, кристальное сердце, продолжает линию, что ваша медуза, она же ваш единственный кастер в армии. Все очень просто, ваш носитель может скастить на одно заклинание, больше вашу героическую фазу, ну то есть, она будет кастить целых три раза, правда, есть нюанс, как говорится, во всем есть нюанс. Если вы кастуете это дополнительное заклинание, то есть, вы не обязаны это в принципе делать, киньте кубик на единицу, заклинатель получит до три марталок. Ну, на самом деле, это не такой уж сильный даунгрейд, потому что три заклинания иногда бывает кастить полезно, потому что кто сказал, что вы не захотите покастовать, кроме Мистик Шелдая, ее вшитого с пыла и с пыла из лоры, допустим, еще и бесконечное заклинание, Endless Spell, вещь хорошая, у Вичек есть хорошие Endless Spell, да и можно взять общие. Более того, даже если у вас есть другие маги, почему бы какие-нибудь относительно простые касты не спихнуть на Медузу. Три каста это много, это даже иногда больше, чем некоторые вражеские армии могут поамбиндить. В принципе, приятно, хотя не очень сильно выделяется, но применение найдется. Но мне кажется, не в сколько-нибудь спортивной мете, а скорее как заточь под определенные игры. То есть, если вы играете с друзьями или просто знаете, с кем вам предстоит встретиться сегодня в клубе, то возможно, этот артефакт сыграет свою роль. Кристальное Сердце довольно неплохое. И шестой финальный артефакт Шейд Клоу, Теневой Коготь, Виспер Клоу Носителя, это одно из оружий ближнего боя вашей Медузы, имеет характеристику ренда минус 2. Сразу скажу, что у этого пресловутого Когти 4 атаки, 4 плюс, 3 плюс, без ренда первый урон, так что, ну, очень вряд ли вы хотите иметь второй ренд на атаке с первым уроном, которая вообще еще не факт, что попадет и пробьет. В общем, мусор не берем. В этой таблице можно, пожалуй, выделить первый Шэдоу Стоун, который добавляет вам плюс 1 к кастам на носителя, третий артефакт Миррор Глейв, который позволяет вам во вражескую фазу скастовать на себя Мистик Шилд, и, в принципе, Сэвен Фолл Шэдоу тоже неплох. Кристал Хард тоже неплох, но, в общем, 4 хороших артефакта здесь есть, один ненужный Эд Шейд Клоу, и Руну Фульгу, которая позволяет вам знать на один спелл больше из вашей лоры тоже, в принципе, не нужен. Поэтому довольно неплохо, есть еще выбрать, и, к счастью, у дочерей Кейна будут все возможности сделать так, чтобы артефакты действительно пришлось выбирать, то есть набрать их довольно много. Но у нас впереди еще одна таблица Relics of Cain, которые могут брать только жрецы дочерей Кейна, то есть Хак Квины и Слоттер Квины, больше никто. Итак, первая реликвия Кейна Blood Sigil. Носитель знает одну дополнительную молитву из списка Кейницкого культа. Ну, в общем-то, не нужный артефакт, потому что ваши присты и так по базе знают две-три молитвы, одну молитву могут брать в дополнение из этого самого списка, но проблема в том, что могут делать только одну молитву. Соответственно, зачем вам знать четыре молитвы, если вы можете сделать все равно только одну. Лучше взять несколько пристов и делать, соответственно, несколько молитв с них, но разных. Следующий артефакт Iron Circled. Вы можете реролить единички на броски молитв. Вот это уже разговор, это уже неплохо, потому что ваши молитвы делаются на три плюс, в книжке есть базовые молитвы, которые, в принципе, там есть и на четверочке, и повысить себе шанс проложить молитву, это хорошо. Тем более, что на единички на молитву вы получаете Морталки, вы этого не хотите. Вот это прям очень полезный артефакт, то есть кладете его на, допустим, хак к вину на котле, которая знает самую важную вашу молитву, которую вы больше всего хотите видеть на своей армии, и уже имеете довольно хороший шанс ее положить. Три плюс, в принципе, по базе это хорошо, это надежно, но с реролом копеек это практически, ну, не автоматом, конечно, но уже близко к этому. В общем, второй артефакт однозначно хорошо. Третий, Рунок Хайна. Первый раз, когда носитель убит атакой, ну, соответственно, не с полом, это важно понимать, то есть, если вам его фактически застрелили или забили в ближнем бою, то есть, не монстра с рампага кто-то марталок нанес, не закастовал насмерть, а именно убил. Честно, оружие, и вот на этот раз уже точно насмерть, киньте кубик, прежде чем убирать с поля боя. На единичку ничего не происходит, на 2-5 тот, кто атаковал, получает Д3 марталки, на шестерку Д6. Но учитывая, что вы совершенно не хотите видеть свою жрицу мертвой, и противник, зная о вашем артефакте, может даже запросто сделать так, что никаких марталок в ответ не получит, или даже если получит, то это будет ему не смертельно, потому что давайте столкнемся немножечко с жестокой реальностью Д3 и Д6 марталок, это в принципе не то, чего боятся большинство армий при убийстве вашего персонажа за 250-300 очков. То есть, на самом деле, бесполезно. Лучше возьмите рерол копеек на молитвы, и это позволит вам забежать лишних марталок на эти самые молитвы, которые могут оказаться фатальными, и тогда что? Самому себе прописать марталок? Ну нет, конечно, потому что это не атака, да и вообще это невозможно. В общем, не берите, это не нужно, руна Кхайна, к сожалению, довольно бесполезная. Смотрим дальше. Кримсон Шард, красный осколок, алый осколок, выбирается одно оружие ближнего боя носителя, и добавляется плюс один ту вунд на него. Ну, ничего особенного, я думаю, есть артефакты полезнее, для жреца особенного, там уйдите на тройке, но есть реролы ту вунд, и реролы копеек, в общем, как-то ни о чем. Плюс один ту вунд, что четыре атаки с первым дамагом, первым рендом, вундиль на 2+, мусор, проходим мимо. А вот следующий релик, Кхайнает Пендент, Кхайницкая подвеска, поинтереснее, позволяет одному престу делать две молитвы вместо одной заход, но, правда, на единичку вместо одной марталки будет носиться Д3. На малые форматы стоит задуматься, потому что позволяет взять хак к вину на котле, чтобы она делала две молитвы, молитв у вас полезных несколько, там есть и на пробуждение аватара в качестве базовых, и из списка будет что выбрать, к нему мы скоро подойдем. На малые форматы да, на большие, скорее всего, у вас будут более интересные артефакты, хотя, если вы не хотите брать много престов и играть от чего-то другого, то, в принципе, в принципе, смысл есть. Довольно неплохой артефакт, на него стоит посмотреть. Вот следующий артефакт, он же шестой и последний в этой таблице, как я его называю, жертва факинга. Но факинга не в плане ругания, а в плане фака, потому что именно фак поменял нам Crimson Shard на то, что он дает плюс один на ту вунт за одно оружие, шестой хакбрю дает нам плюс один к броскам на ранение атаками, сделанными ближнебойным оружием носителя. То есть, вы понимаете, плюс один ту вунт на одно оружие ближнего боя, плюс один ту вунт на все оружие. Дело в том, что, немножко история, раньше Crimson Shard давал плюс два на броски на ранение к выбранному оружию, что было не то, чтобы очень полезно, Потому что все вундят на 3+, но все же, если на вас прокладываются какие-то дебафы, то вундить можно все так же там уверенно с плюс 1. Здесь у нас артефакт, который дает плюс 1 ту вунд не на одно оружие, а на все. Но сейчас, когда у вас стоит выбор между одним артефактом, который дает плюс 1 ту вунд на одно оружие ближнего боя, и между вторым, притом в той же таблице, то есть его можно выдавать все тем же только пристам, который дает плюс 1 ту вунд на все оружие ближнего боя, мне кажется, выбор между ними двумя будет очевиден. Я бы не сказал, что это полезный артефакт, потому что, ну, как я уже говорил, скорее всего ваш генерал не захочет быть в ближнем бою, а если уже сильно захочет, то у вас есть гораздо более значимый бонус Unto Wound, на который совершенно нет необходимости тратить драгоценный пул артефактов. Поэтому как-то так по списку реликвий Кхейна. Из них я бы отметил только две. Это Iron Circuit, который позволяет вам реролить копеечки на произношение молитвы, что полезно и дает вам дополнительной стабильности. В плане ваших обмазов. И в то же время есть, ну, окей, неплохой пендант, который может сыграть свое дело, который позволяет вам делать на одну молитву больше. Сейчас это важно. Почему? Да потому что вырисовывается, на самом деле, довольно неплохая, но простая комба, которая не всегда сработает. Но вы выдаете Кхейнита пендант, выбираете свои жрицы в качестве молитвы из общего пулу энхансмента в Кёрс, который гласит, что вы выбираете вражеский инд в 9 дюймах, кидаете кубик на 4+, молитва отвечена, и все ваши попадания, неважно в стрельбу или в ближнем бою на шестерку, превращаются в марталку в дополнение к, собственно, попаданию. Очень круто, а теперь представим, что у вас у Вичек по 2 атаки базовые, это небольшой спойлер, можно им выдать 2 ножа вместо 1, это будет 3 атаки, их 30 моделей в Юнити может быть, каждая по 3 атаки делает, есть рерольчики копеек как минимум. Представьте, 90 атак с реролом копеек, и каждая шестерка это не просто попадание, а еще и марталка. То есть там замарталить можно будет адски, у вас жрец, который это будет класть, скорее всего будет сидеть на котле и поспевать за ними, то есть рано или поздно он в 9 от нужного противника-то окажется. Ну, в общем, выводы делайте сами, я думаю, поиграть с этим пендантом, с этой подвесочкой очень даже можно, потому что даже если вы не захотите реализовывать эту комбу, у вас всегда будут молитвы, которые вы можете сделать. То есть пробуждение аватара, увеличить дамаг на своем мече с 1 до 3, сделать какую-то дополнительную молитву, которую вы знаете. То есть есть всегда применение, хотя я бы вот чисто академического интереса ради попробовал реализовать вот эту комбинацию, где вы пытаетесь проложить керсы, дальше ваши 30 вичек творят, ну как бы грязь, потому что марталок 20-30 вы занесете, а это 3+, ром, копеек, ну попадание, шестерки идут в дополнение к попаданиям, то есть вы на шестерку, естественно, попадаете и делаете еще марталку сверху. Дальше у вас 4+, но ваши дочери, находясь в определенной ауру от ваших героев, которых у вас будет много, и опять же герои рядом вам нужны, получают плюс 1, то есть вундят на 3+, еще за одну обилку, до которой мы обязательно дойдем, которая у вас точно в армии будет, получают полный рерол на ранение и того, что мы имеем. Мы имеем 90 атак, 3+, с реролом, шестерки это марталки, с 90 можете посчитать сколько это марталок с реролом, это 15-20 где-то, соответственно дальше у нас идут ранения, это на 3+, с полным реролом, это еще противнику надо будет делать очень-очень-очень много сейлов. Очень хорошая комбинация, на самом деле работает не только на вичках простых, также можете ее попробовать на милусаях, которые без этого хорошо бьют и марталят, атак там много, до юнитов мы еще дойдем. В общем, Хейнайт Пендент имеет много применений, поиграться с ним в этой армии можно прям очень сильно, потому что он бафает вам престов, а эта армия что? Правильно, она про престов, это армия про веру и жречество. Но не жречеством единым, потому что у нас есть еще целая лора заклинаний, это лора теней, что логично, потому что живем в Ульгу, Марати у нас один из величайших магов теней и, в общем-то, по праву, по делу, и, естественно, ее дочки, ой, простите, дочки Кейна, да, Кейн же у нас жив, да здравствует, конечно. Вот, в общем, дочки умеют вот у лору к самому арать, и давайте посмотрим, что она может нам предложить. По одному заклинанию из нее, естественно, может брать каждый визард, абсолютно любой визард армии дочерей Кейна, только он обязан быть героем, потому что есть у нас один юнит, который является магом, не является героем, в общем, отсюда они не могут брать спелл, но давайте посмотрим. Первое заклинание, Steed of Shadows с какун теней, кастится на шестерку, если успешно был скащен, то до вашей следующей героической фазы кастер может двигаться на 16 и летать, то есть вместо его характеристики мува он получает 16 дюймов и полет. Очень круто, почему? Потому что у вас есть медуза на котле, которую вы хотите держать в выгодном вам положении, то есть поближе подлететь к противнику, чтобы покрыть его своей аурой марталок, допустим. Там она еще марталочки в героидическую фазу раздает, может быть, наоборот, хотите ее подальше куда-нибудь от противника отвезти, может быть, надо срочно точку узнать. В общем, применение масса и 16 мув с полетом это очень-очень быстро и на самом деле очень круто. Хорошее заклинание, которое однозначно имеет место быть в разных расписках. Второе заклинание, Pit of Shades, Ямы теней, все у них-то про тени. Кастуется на семерочку. Если успешность создана, то выберите один вражеский юнит 18 дюймов от заклинателя, который он видит, и киньте 2d6. Если вы кинули больше, чем характеристика мув, то есть характеристика движения оппонента, то этот юнит получает количество марталок равная разнице между характеристикой и вашим броском. Ну, то есть у противника 4-й мув, условно, когда-нибудь нержите или гномы, вы кинули 2 куба, кинули 12, бум, 8 марталок. Ну, 12-4 равняется 8. Проблема в том, что не всегда вы встретите медленных оппонентов, здесь есть заклинание пополезнее, кастится оно на семерку, то есть не так, чтобы просто. И вот эти вот марталки, ну, как бы, обычно тем, кто двигается на 4, это киньте 30 скелетов или 60 зомби, им как-то не очень страшно получить даже 12. А вы кидаете 2 куба, никаких модификаторов нет, можно не 2 шестерки кинуть, как вы понимаете, а, в общем-то, среднюю шестерку-семерку, и нанести там от 1 до 0 марталок. Против кавалерии вообще работать не будет. В общем, фиговое заклинание, кастится тяжело, и никакого особого импакта оно не оказывает. Ни вам, ни оппоненту. Поэтому идем дальше. Третье заклинание, Mirror Dance, зеркальный танец. Кастится на шестерку, не такой сложный каст. Если успешно сделано, то выберите 2 дружественных героя дочери Кейна, которые находятся полностью в 18 от кастера, и которых кастер видит. Вы можете убрать их с поля боя и заново выставить в любом месте на поле боя, дальше, чем в 9 от вражеских юнитов. Эти герои не смогут двигаться в последующую фазу движения. Очень прикольно, потому что у вас, скорее всего, будет Маратия, и вы этим заклинанием сможете ее довольно легко телепортнуть. Опять же, Медуза на котле может телепортиться. Всем остальным магам, ну не так, чтобы сильно надо, на самом деле. Выставляется в 9 от противника, но иногда, когда вы по диагоналям друг от друга стоите, и вам надо очень быстро туда добраться, время поджимает, допустим, или, ну, чтобы не лететь туда 3 хода, например, то это заклинание вполне может сыграть. Сейчас, правда, стало менее полезным, потому что стол у нас уменьшился, то есть поле боя. И, ну, как бы, будем честны, какая-нибудь Маратия с ее 14-м улом, в принципе-то должна долетать куда-нибудь сама. Котел этим телепортировать, ну, не слишком полезно, лучше скастить Seed of Shadows, подвигаться на 16 с полетом, скорее всего, вы станете просто ближе. Чем вам позволила бы это сделать телепортация? Поэтому как-то так, ну, не очень полезное заклинание, будем честны. Четвертое заклинание. The Withering. Кастится на семерку. Если успешно скащено, выберите один вражеский юнит, 18 от заклинателя, который тот видит. Добавьте плюс 1 к броскам на ранение за все свои атаки, которые летят в этот юнит, до вашей следующей героической фазы. То есть теоретически-теоретически. Может поддержаться 3 хода, что очень неплохо. Ну, опять же, у вас много характеристик 3 плюс на ту вунд. Сделать ее 2 плюс, это то, что доктор прописал. Коя-нибудь та же Маратия будет вам очень благодарна с ее 3 плюс на ту вунд, что теперь она будет вундить практически автоматом. А учитывая, что на 4 ход вы получаете релокопеек на ту вунд, дальше я вам расскажу, как можно сделать так, чтобы получать это даже уже на 3 ход. На самом деле ничего сложного, просто мы до этого доберемся. В общем, неплохое заклинание. Его часто довольно берут, я его часто вижу в арсерах. Может быть от него польза. Скастить немножко сложно, но в принципе пойдет. Полезно. Плюс 1 на ту вунд, это хорошо. Ваши юниты будут пробивать прямо как не в себя. Итак, пятое заклинание. Вот мы наконец-то добрались до мякотки этой армии, маскота этой армии, который прямо с выхода первой книжки, в первой редакции дочери Кейна был всегда первым мастхэвом, первым и иногда даже единственным заклинанием, которое брали. И боже, насколько же оно лучше стало в новой редакции, в новой итерации книги. Итак, называется Майндрейзер. Каститься на восьмерку. Да, сложно, но вы послушайте, если успешно скачено, выберите один дружесный юнит дочерей Кейна, полностью 18 от заклинателя. Улучшите показатель ренда всех оружий ближнего боя того, кого вы выбрали, на один. У вас не было ренда, стал первый. Был второй рен, стал третий. Это работает на все оружия ближнего боя. То есть, если у вас юнит мультипрофильный, то все его оружия ближнего боя получают плюс один крандук своему. Это уже очень мощно, но это не все. Работает, кстати, в достаточно героической фазе. То есть, это очень долго и ничего ты с этим не сделаешь. Но это же ведь еще не все, как я сказал. Потому что в дополнение, если вы чаржили в этот ход, то вы получаете плюс один к дамагу на вашем оружии. Ну, плюс один к дамагу, просто вот на все мили оружие. Даже дочери простые, Вички, которые у вас по чаржили, будут бить с первым рядом и на черже со вторым дамагом. Я напоминаю, там 90 атак. Это будет 90 атак с первым рядом с вторым дамагом. Давайте поговорим про Пмелусаев. В которых 3 атаки, 3 плюс, 3 плюс, первый ренд, первый дамаг. Вот с этим заклинанием у них будет второй ренд, просто базовый. И если они по чаржили, а не по чаржили, я вам позже расскажу почему, у них второй дамаг. Бьют они на 2 дюйма, поэтому десятка девушек выдаст 30-40 атак на 3 плюс с роллом копеек, за команду обилку на 2 плюс с роллом копеек. Допустим, даже 3 плюс на 2 вунт, но у вас есть обилка, которая позволяет там поунстер или 2 вунт, мы до нее дойдем. Но в общем, она у вас есть, смиритесь с этим. И вы будете бить со вторым рендом, вторым дамагом. Мы позже проговорим про Марати, но я вам проспойлер, что у нее с копья 8 атак хороших, там второй ренд и третий дамаг. В общем, с Майнрейзером это третий ренд и четвертый дамаг. Я напоминаю, атак 8. Скорее всего, бить вы будете 2 плюс 2 плюс, то есть 2 плюс роллом копеек, 2 плюс, может быть с полным рероллом, может быть 3 плюс с полным рероллом, не так важно. Третий ренд, 4 дамага. Это заклинание делает абсолютной аннигиляторной пушкой вообще все, что есть у вас в армии. Нет ни одного юнита, который не хотел бы его на себя, скорее всего, вы будете вешивать его на элиту или на марате и то и то сгодится, и то и то у вас обязательно в армии будет, при том, если марате в одном, вернее в двух экземплярах, то элиты у вас будет много. В общем, вешайте, бейте с мега рендами и мега дамагами. Это очень крутое заклинание, его вы вообще не задумываясь, вот я вам зачитывал, здесь есть хорошее заклинание, Майндрейзер, вы не задумываясь, всегда берете в первую очередь на своего самого мощного кастера и всеми силами пытаетесь его проложить. Если у вас в диплойке есть магический террин, который дает вам плюс один к сотворению заклинаний, значит, вы этого кастера ставите туда и пытаетесь кастить Майндрейзера. Майндрейзер это то, что позволяет вашей и без того довольно сильной и хорошо пробивающей армии пробивать вообще что угодно, в каком угодно сейве и с каким угодно количеством ран. То есть, плюс один к дамагу, плюс один к ренду. Просто круче быть не может, учитывая, что у вашей армии и так уже есть рероллы на все, отличные базовые показатели, есть командобилки, в общем, долго можно говорить про Майндрейзер, я могу вспомнить десятки игровых прецедентов, которые случались со мной, когда я играл против дочери Экхейна, когда у противника он клался, не клался, его же вам будут пытаться отанбиндить в первую очередь, это понятно, надо перекидать оппонента, но у вас, к счастью, есть хорошие кастеры с бонусами на каст. Так вот, я помню много прецедентов, когда он прокладывался куда надо и этот отряд просто аннигилировал или не прокладывался, это было очень печально для оппонента. Либо его несколько раз на моей памяти просто не брали, но потом в любом случае приходили к выводу, что брать его все-таки надо и без него как-то весна не красна. Поэтому Майндрейзер ваш топ-1 выбор, вот дальше вы можете брать Сидов Шэдоус, который вам позволяет на 16 ходить, другие заклинания, Визеринг тоже хороший, вот это все потом, сначала Майндрейзер. Ладно, это у нас пятое заклинание, переходим к шестому, Шраудов Диспэр, кастуется на четверочку всего. Если успешно скачено, выберите один вражеский юнит 18 дюймов от кастера, который тот видит. Минус 1 к его Браеваку до следующей героической фазы, но если вы скастили на 8 или больше, то минус до 3 к Браеваку вместо 1. Ну, в общем, во-первых, это не сильно впечатляет, это единственная хорошо комбиться с минус 2 к Браеваку, там была возможность его выдать. За артефакт Крауну Хоу, там минус 2, то есть можно минус 3 или даже больше дать, но просто поверьте, что у вас сначала идет вот Майндрейзер, это первый пик вообще не обсуждается, что бы у вас в армии не было. Вы всегда первым делом берете Майндрейзер, затем, если у вас есть Медуза на котле, вы берете Сиду в Шейдос, и затем только вы берете Завизеринг. Ну, в общем, как вы поняли, до Шраудов Диспэр, скорее всего, вы не дойдете. Да он и не нужен вам. Вот на самом деле, армия Вичей, это не та, которая играет от Брейвери Бомбы, у них нету особого взаимодействия с этой механикой. Раньше это был Майндрейзер, да, то есть раньше Майндрейзер добавлял к дамагу, если ваш Брейвак выше, чем у юнитов, которые вы бьете. И тогда Шраудов Диспэр был логичный и неплохой связки. Сейчас это не нужно, в общем, Майндрейзер, все, на этом лора теней закрыта. Ну, если без шуток, она и правда закрыта, мы рассказали о всех шести заклинаниях, так что двигаемся дальше к мякотке этой армии. Еще одной, это молитвы. Соответственно, каждый прист вашей армии, то есть Хак Квена или Слотер Квена могут выбирать себе по одной молитвы отсюда, которую могут кастить на, ну, вернее, не кастить, а призывать, скажем так, на 3+. Каин их не слышит, слышит Марати, но они не в курсе. В общем, на 3+, вы делаете любую молитву из этого списка, с этим мы разобрались, давайте смотреть. Первым нас встречает катехизис убийства. Выбираете один юнит и дочерей Каина полностью в 14 от модели. И до вашей следующей героической фазы шестерка на попадание генерирует 2 попадания вместо 1. Прикольно, вполне себе, если у вас на шестерке нет других свойств, потому что будет, надо выбирать тогда, что вы хотите сделать на эту шестерку. Это очень хорошо. Опять же, 90 атак свитчек превращаются уже резко в плюс 15 попаданий, скажем так, плюс 15-20, по той же логике, что с Морталками больше попаданий, хорошо. 10-15 мелусаев под Майндрейзером вот этой штукой бьют сильнее, но опять же, все в вашей армии становится сильнее. Даже есть смысл класть это на Марайте, потому что там много атак, где-то шестерочки допрокнут. Хорошая молитва, ее берем, обязательно. Вторая, Блэйсинг оф Кейн, благословение Кейна. Опять же, полностью в 14 дюймов от вашего жреца выбираете свой юнит, и до вашей следующей героической фазы вы реролите свою варду за фанатичную фейд, то есть фанатичную веру. Воспомните, на всей армии шестая варда, за эту молитву вы имеете шестую рерольную варду. Или чуточку лучше, но об этом чуть позже. Третья молитва, Мертирс Сакрифайс. Если успешно сделано, то выбирается юнит полностью в 14 от приста, здесь все по классике, все делается в героическую фазу, само собой, и до вашей следующей героической фазы, каждый раз, когда модель из этого юнита погибает в результате атаки оружия ближнего боя, прежде чем убрать ее из игры, выберите один вражеский юнит в трех дюймах от убитой модели и киньте кубик. На 5 плюс этот вражеский юнит получает одну марталку. Ну, в общем, вам пришли в 30 вечей, вам убили 30 вечей, допустим, вы кидаете, при условии, что они все в трех от противника, ну, скорее всего, так и будет, вы кидаете 30 кубов, каждая 5 плюс марталка. Неплохое полезное заклинание у вас с некоторым юнитом, в том числе, тем же Вичком, можно выдавать бакалера, забегая вперед на шестерку на сейв немодифицированную, они выдают марталку противнику в ответ. В сочетании такая комба просто за то, что вам убили юнит, может аннигилировать юнит и оппонент. То есть вы сначала накидываете шестерки на сейвах, условно говоря, потом на 5 плюс за каждую погибшую модель в отряде. То есть очень много марталок противник получает в ответ. Хорошая полезная молитва. В общем-то, вторая тоже ничего. Пока что три хорошие молитвы, вы их, скорее всего, захотите брать. Следующая молитва, четвертая, Crimson Rejuvenation. Выбираете один дружественный юнит дочерей Кейна полностью в 14 моделей, просто полечите D3 рам. Может быть полезно для котлов и даже минорных героев, но не топовая молитва. Вот топовые это первые три пока что у нас. Пятая, Covenant of the Ironheart. Ковенант Железного Сердца. Видимо, кто-то переиграл в Dark Souls, видимо, Вички, в принципе, и не против сыграть в Dark Souls. Ну что ж, тогда встретимся с ними в Anor Londo, я думаю. Почему нет? Или после Понтифика Салливана. В принципе, это неподалеку от Anor Londo, но что думаете об этом? Где надо встречаться в третьем Dark Souls для PvP? Пишите в комментариях. Да, ну, извините, пожалуйста, я просто фанат серии Dark Souls. Ладно. В общем, выбираете дружественные юнит с 14 от этой модели и до вашей следующей героической фазы не проходите Баттлшок-тест за этот юнит. В принципе, ничего, в принципе, прикольно, позволяет вам сохранять Коммент-поинты, но у вас будет один способ не проходить Баттлшок-тест, притом без всяких затрат молитв и КП, поэтому отложим до лучших времен, скорее всего, она вам не пригодится. Итак, шестая финальная молитва Sacrament of Blood. Если успешно отвечено, то выбираете один дружественный дочерей Кейна полностью в 14 дюймах от этой модели, ну, вы поняли, все молитвы работают полностью в 14 дюймах от жреца, от молящегося, и до вашей следующей героической фазы прибавляете один по табличке Blood Rides, то есть, вы помните, каждый баттлраунд вы получаете определенный бонус, они кумулятивные, вот за это юнит под действием этой молитвы получает себе одну дополнительную ступеньку, то есть, на втором баттлраунде юнит под этой молитвой будет считаться как на третьем. В третий баттлраунд юнит будет считаться как на четвертом баттлраунде, ну, и так далее, и так далее. В принципе, не самая плохая молитва, ее применение ограничивает лишь то, что первые три однозначно выигрывают, и, скорее всего, вы еще захотите взять себе, допустим, Curse, как я вам говорил про комбинацию с базовым энхансментом, и у вас просто не хватит престолов банально, скорее всего, престолов у вас будет от двух до четырех в армии, но не больше, но не больше. Поэтому смотрим, на самом деле, на первые три, это катехизис, убийство, благословение Кейна и жертвы мученика, Martyr's Sacrifice. Вот они самые лучшие. В первую очередь, на самом деле, они грамотно пронумерованы. Первым идет катехизис, вторым идет благословение Кейна, третьим Martyr's Sacrifice. Первой молитвы своей армии вы спокойно берете катехизис, второй вы берете Blessing of Khaene, и если осталось место, то Martyr's Sacrifice. Все, они у вас даже пронумерованы в том порядке, какой вам надо брать, то есть в приоритетном. Вот, все, отлично. Молитвы очень хорошие, у вас будет много престолов в армии, вы все проложите, не переживайте, молитвы кладутся на 3+, там есть еще артефакты с рерольчиками, в общем, все круто, все хорошо. Как вы могли понять, ваша армия получает просто офигительные бафы и офигительно умеет бафиться. Здесь и отличные заклинания на баф, и артефакты позволяют бафиться, и магия у вас есть, чтобы там какой-то мистик шилп положить, и молитвы у вас все очень хорошо бафаются, и все это без трат каких-либо команд обилок, это пока до них, потому что никто не сказал, что вы не получите плюс 1 за all-out defense к вашим броскам на сейф, или плюс 1 на попадание за all-out атак. Все круто, это все идет в вашу копилку. Обмазав очень много, очень крутые бафы, пока что все выглядит мега сочно, есть из чего выбрать, и главное есть кому выбрать и кем применить. Пока что отлично, идем дальше. И теперь нас встречают кхейницкие храмы, собственно храмов у нас в книжке целых 6, у нас есть еще выбрать, давайте же посмотрим, какие бонусы они дают. Пока что напомню, что мы читали Allegiance Abilities, вы на уровне составления ростера выбираете себе храм, все ваши отряды в армии получают кейворд с названием соответствующего храма, соответственно, обилки храмов будут на них работать, кроме тех юнитов, которые уже имеют вшитый кейворд храма, но такой юнит у вас один, именной герой, о нем мы поговорим позже, но это ничего не меняет. В общем, выбирайте себе также в дополнение храм, будете за это иметь дополнительные обилки и команд обилки, также будете обязаны взять команд трейд и артефакт, который там указан. Это именно обязательное требование, то есть, если вы играете по храму, вы обязаны взять именно указанный трейд и артефакт. В принципе, плохо это или хорошо, мы решим после того, как посмотрим храмы, но спойлер, артефакты и трейды здесь достойны, в отличие от других субфракций, других фракций. Извините за тавтологию. Поэтому поехали, начнем с первого храма, хагнар, вотчина самой марати и первый храм. Собственно, его способность очень простая и в то же время мегаэффективна. Все ваши юниты в армии, которые играют по хагнару, то есть, вся ваша армия, само собой, считается, будто она на один раунд выше по таблице кровавых ритуалов, то есть, blood, right, stable. Да, все верно, то есть, на первый ход вы можете реролить, получается, уже и копейки на бег, и копейки на чардж, на третий ход получаете бонус за четвертый и так далее, и так далее. То есть, начинаете сразу со второй ступеньки, естественно, получая первую. Это очень просто и очень эффективно. Вот, не первый раз сталкиваюсь с тем, что простые вещи обычно самые эффективные. Это одно из них. Команда Билка у хагнара немножко заковыристая. Называется send forth the cauldrons, то есть, пошлите вперед, котлы. Вы можете использовать ее в начале вашей мувмент-фазы. Если вы это делаете, то выберите один дружественный хагнарский cauldron of blood. Это именно что кейворды. То есть, можно этот эффект класть либо на слотер-квину на котле, либо на хак-квину на котле. То есть, есть некая вариативность. При этом, этот котел должен находиться в трех дюймах от любого дружественного хагнарского юнита, в котором три или более моделей, и полностью в двенадцати от дружественного хагнарского героя. Ну, то есть, по логике, в принципе, котел сам является хагнарским героем. То есть, ему главное для соблюдения здесь быть в трех дюймах от юнита, в котором есть три или больше миниатюры. Получает плюс три к муву. В принципе, это хорошо, потому что вместо шестого мува у Карлоса он с девятый, то есть, он лучше успевает за вашей армией, соответственно, лучше раздает ауру. Аура у него есть, и она ого-го, об этом мы поговорим, когда будем говорить о котле. Он и в ближний бой войдет более надежно, на котле же всегда тусуется аватар, который тоже раздает ауру. В общем, не самая плохая команда билка, она, честно скажем, не самая полезная, которая здесь есть, но она имеет применение, и это самое важное. Это не та билка, которая сработает у вас в одну игру из десяти, или не сработает вовсе. Она у вас есть, и она полезна. Это факт. Командрейт Хагнара Девоутед Дисайпл. Как я уже говорил, все эффективное просто, а все простое эффективно. Видимо, те, кто писали правила, придерживались такого же правила, поэтому вы берете этот Командрейт, естественно, тому герою, который выбрали генералом, другому и не можете, и все ваши юниты, находящиеся полностью в 12 дюймах от него, получают вместо своей шестой варды за фанатикал фейс, фанатичную веру, пятую. То есть у вас становится пятая варда. Есть нюанс, эта пятая варда не работает от марталок, только от простых ранений. В принципе, раньше она работала от всего, и это был ноубрейн, и все, естественно, брали Хагнар, потому что у вас, ну, выбрали генералом котел, и он спокойно покрывал, ну, если не всю армию, то 80 ее процентов, и выходили в пятой варде, вне зависимости от чего, пока котел был жив. Котел убить относительно сложно, поэтому все было круто. Сейчас только от простых ранений, но простых ранений, опять же, много, есть много высоких рендов, от марталок будет всего шестая варда, но на всю армию практически иметь пятую варду, это хорошо, это сильно все еще, я считаю, потому что вы часто столкнетесь со вторыми рендами, местами даже с третьими, либо с горохом атак, и пятая варда вам, ну, мягко говоря, от этого не повредит. А с вражескими марталками, ну, как-нибудь разберетесь. Всегда есть шестая варда, в конце-то концов. Не у всех она есть, поэтому пользуйтесь и радуйтесь, я считаю. Артефакт. Соответственно, первый артефакт, который берется по Хагнару, ну, и в любом храме это так работает, что первым обязан быть именно этот артефакт, называется The Ulf Fury. Выберите одно из оружий ближнего боя носителя, и добавьте плюс один к его дамагу, если он чаржил. Прикольно комбиться с мейндрейзером, на самом деле. То есть вешаете это на аватара Хейна, на его меч, у него четвертый дамаг, с мейндрейзером пятый. Это way to go, я считаю. Ну, на самом деле, не сильно полезный артефакт, потому что, как я сказал, не все ваши герои хотят быть в ближнем бою прямо вот сейчас, прямо здесь и прямо все время и прямо всегда. Кроме Марати, но она именная, она не может брать коммандрейтов и артефактов. Но это не самый бесполезный артефакт, опять же. То есть, ну, на самом деле, ничего плохого. У вас есть герои, которые могут его использовать, и противнику, прямо скажем, не будет приятно получить на один дамаг с каждой вашей атаки больше. Атаки у вас хорошие. В общем, Хагдар, он хорош. Он дает вам всего. Вот главное его правило, что вы на одну ступеньку выше в таблице, это всегда больше бонусов, это всегда приятно. То есть, на четвертый ход, когда игра, в принципе, вполне себе еще идет, вы уже будете как бы полностью получать все бонусы от ваших кровавых ритуалов. Это хорошо. Опять же, у вас аватар Кейна проснется не на третий ход, а на второй. То есть, ваши аватары начинают сражаться, в общем-то, тогда, когда сражение действительно начинается, а не в середине. Это очень сильно, на самом деле, косвенно бафает вас. Ваш Вич Брю, это очень важная обилка, о которой мы поговорим позже, также работает в зависимости от Бладрайт Тейбла. И за счет бонуса на плюс одну ступеньку, она будет работать гораздо эффективнее. То есть, это баф корных механик книги, вот базовых механик книги, просто так, за то, что вы играете по Хагнару. У вас все начинает буквально работать лучше. Это очень круто. Ваши котлы становятся быстрее. Вспоминаем, что аватар у вас обычно тусит на котле, у вас и котел быстрее, и аватар во второй раунд уже просыпается. Бой редко завязывается именно в первый бутлераунд, как раз во второй. У вас он и быстрее приедет, и туда, куда вам надо, и еще и будет уже как бы, ну, бодрствовать. Так что, все круто. И команд трейд. Что сказать? Пятая варда, ну да, не от марталок. Но это все равно очень сильно повышает вашу живучесть. Вспоминаем, что можно намолить себе реролл, фонетикал фейс. А это все еще фонетикал фейс, я напоминаю. Поэтому у вас будет не от марталок, пятая рерольная варда. Пятая рерольная варда на пачке, в которой содержится 30 ран, и без того, скажем так, четвертом сейве, да, немного забегая вперед. Но это очень мощно, это очень сложно становится убить, поэтому все хорошо. И даже артефакт найдет свое применение. В общем, Хагнар однозначная пятерка. Он хорош. Он всегда был хорош, и он остался хорош. Следующим у нас идет Дрэчиганет. Дрэчиганет, это у нас храм для любителей именно простых вичек, обыкновенных эльфиек, то есть ведьм и сестер резни. Его обилка гласит, что Дрэчиганетские Вич Элс и Систерс о Слоттер Юниты в тот ход, когда совершили чарж, на эту комбут фазу получают плюс один к своему ренду. Да, вот так просто. То есть у вас вички, как я говорил, бьют там без ренда по три атаки, будут с первым рендом. А с Майндрейзером это второй ренд, потому что ренд суммируется. Это круто и прикольно и очень просто. Опять же, просто эффективно, эффективно просто. Почаржили, получите к ренду. Да, это ограничено вашими сестрами резни и вичками, но тут нюанс в том, что это батлайн юниты, которые вы, если играете по этому храму, захотите максить, брать много. Если вы играете по этому храму, значит играете не от Мелусайо. Не на что жаловаться. Очень круто. Первый ренд очень хорошо. Он вам поможет, по крайней мере, вынудит противника использовать командобилку на лолу аут-дефенс. То есть фактически вы будете как лиса Алиса из Буратино вытряхивать пять золотых монеток. То есть командпойнты в данном разрезе. Что хорошо. А если у вас есть Майндрейзер, то это второй ренд, от которого защититься сложно. Более того, это получают все ваши юниты дочерей и сестер, которые зачаржили. Поэтому противник не сможет все свои юниты эффективно защитить в ответ. Так что круто просто. Команда Билк тоже хороша. Выбирается дружественный юнит либо сестер, опять же, либо Вичик в 12 от героя, полностью в 12, плюс один на попадание оружием ближнего боя до конца фазы. Используется это, соответственно, в комбат-фазу. Почему хорошо? Потому что у нас, как и у всех, есть All-Auto Attack, которая дает плюс один на хит, но она, естественно, как и все команда Билки, ограничена одним применением за фазу. Здесь A Thousand Blade Forms называется. То есть, по-другому можно использовать в купе. Один юнит, конечно, не получит плюс два, то хит, но два ваших юнита смогут получить по плюс один. А так как вы попадаете на три плюс, то тут уже два плюс и рерал копеек вам подвезут, поэтому очень даже имеет место быть два ваших юнита сестер или Вичик зачаржили, получили плюс один к рэндам, плюс один к хитам, у вас все уже очень-очень хорошо. Команд Трейд здесь, откровенно говоря, на сдачу, вы получаете плюс один к характеристике Брейвери, то есть, храбрости дрочаганетским юнитам полностью в 12 от генерала, но у вас и так хороший Брейвак, у вас куча способов игнорить Битлшок тесты, ну, это мусорно по факту. В редких случаях может какое-то влияние оказать, но именно что в очень редких. Артефакт выбирает с одной из оружий ближнего боя носителя, плюс два к характеристике атаки с этого оружия, если носитель по чаржил в этот ход. Все работает от чаржа, это тоже работает, тоже неплохо. Ну, что можно сказать, дрочаганет, это именно для любителей простых дочерей, которые не хотят водить на лосаев, не очень хотят кенераев, хотят просто толпы полуголок женщин. Имеет место быть, на самом деле, миниатюры красивые, все круто, это даже бэково, при том весьма. Бонусы хорошие. Это специально для вас, любителей именно простых эльфеек. Следующий у нас встречает храм Крайт, это для еще больших ценителей прекрасного, если предыдущий храм у нас был для Вичек и для сестер, то это храм чисто для сестер, так как его обилка Disciples of Slaughter. Гласит, что в конце комбат-фазы вы можете кинуть кубик за каждый дружественный юнит сестер резни Крайта, который уже однажды посражался в эту комбат-фазу. На 5 плюс он может драться второй раз. Круто и эффективно. Ну, там не будет, конечно, 90 атак, там будет 60, но противнику вашему от этого не будет проще, даже если он вас проредит и ударит 15, это 30 хороших атак. Да, работает на 3 плюс, но логика храма подсказывает, что вы будете максить именно сестер резни. Это хорошо, это весьма хорошо. Если вы хотите играть именно от них и вам нравятся именно модели сестер резни, то это будет осмысленный выбор, который сможет потягаться за ваше внимание с драчаганетом. Но да ладно, перейдем дальше. Команда Билка. Вы можете использовать ее в комбат-фазу. Если вы это делаете, выберите 1 дружесный юнит сестер резни Крайта полностью в 12 от дружесного героя Крайта. Плюс 1 к броскам на ранение. Просто тупо и хорошо и эффективно. Будете лундить на 3 плюс. Ну, это некая компенсация за то, что все-таки юнит и вичек имеют плюс 1 ту вунд за нахождение вблизи героев. У сестер резни такой фишки нету. Поэтому вот этот плюс 1 в принципе свою роль сыграет. Он в принципе не сильно релевантен, потому что у вас все равно будет скорее всего полный релл ту вунд. Но на 3 плюс приятно. Тем более, что если у противника часто бывает минус 1 на ту вунд, то как-то компенсировать это надо. Вот этот способ вполне себе укладывается в концепцию храма. Также довольно неплохой коммандрейт будет у вашего генерала. Если дружественный юнит Крайта уничтожил вражеский юнит хотя бы 1 или больше, вы получаете комманд поинт. Это полезно, потому что вы естественно будете уничтожать по ходу игры юниты оппонента и получать за это лишние комманд поинты. Может быть полезно. Правда не во все моменты, потому что если вы ходили в ботлераунд вторым, это конец комбат фазы и вы кого-то уничтожили, то вам этот комманд поинт как собаки пятая лапа, извиняюсь за простонародное, но просто вас ждет только батлшок фаза, которую вы скорее всего игнорите, а дальше ваши комманд поинты обнуляются. Но в целом, в целом, по ходу игры будут случаи, именно по ходу каждой игры, а не раз в 10 игр, будут случаи, когда это пригодится и хорошо ляжет вам в концепцию. Хорош комманд трейд, честно скажем. Артефакт здесь тоже не то, что плохой. Вы выбираете одно оружие ближнего боя носителя, а скорее всего это будет Каньте Хага. У Хаги не очень мощные атаки, их там 4 с первым дамагом, первым дамагом. Бафать их, тратить молитву вы не очень это хотите делать. Но если вы используете этот артефакт, вы можете это сделать раз за битву в начале комбат фазы. Тогда вы убираете вражеский юнт в дюйме от носителя. Вражеский юнт автоматически ничего кидать не надо. Получает Д6 марталок. Д6 марталок как бы всегда лучше, чем 4, ну не самых надежных атаки. Тем более можно будет кулкнуть кого-то в высоком арморе. Но при этом носитель не может драться именно этим оружием в эту комбат фазу. Окей, тем более, что вы можете его положить на Слотерквину свою, на королевую резню. У него там есть один мечик хороший, там Д3 дамага, один на сдачу. Вот кладете эти Д6 марталок на сдачу и хорошо так можете прорядить оппонента. Полезно. Что можно сказать про Крайт в целом? Храм, он очень концептуальный. Мне нравится пока что как написано правило храмов, потому что дизайнеры явно подошли к делу ответственно и каждому храму попытались сделать разную роль и правило, более того, очень хорошо коррелирует с тем, что этот храм отображает. То есть, они гораздо лучше погружены во все эти таинства, веры, молитв, ритуалов и всего прочего. То есть, они получают соответствующие бонусы, плюс у них, естественно, больше всего котлов там. Поэтому с котлами они тоже обращаться умеют. Круто укладывается в концепцию, что они самые первые и самые верующие. Там, в конце концов, Марати живет. Драчаганет у нас это чисто про вот простых эльфиник. У них здесь все бонусы на простых эльфиник идут, и они действительно полезны и хорошо их бафают. То есть, это не какие-то не пришейка были хвост, где, как, например, у Эдонетов есть анклав на утилар. Они, типа, очень хорошие защитники, поэтому, когда их чаржат, армия Эдонетов это армия, которая чаржит, а не которую чаржат. Если ее чаржат, значит, вы что-то делаете не так и, скорее всего, проиграли. Только когда их чаржат, они получают реролл на попадание. Ну, то есть, это, наверное, то, чего ты ожидаешь от прям такого вот профильного защитника, профильного танка. Это то, ничего. Даже не минус ту хит по нему, а именно броски на попадание. То есть, вот там дизайнеры, например, подошли к делу как-то спустя рукава. Там вообще непонятно, как это коррелирует с бэкграундом храмов и как это коррелирует со стилем игры армии. Здесь, пока что, все идет очень четко. Все укладывается в концепцию как основную всей армии, так и под концепцию храма, то есть под фракцией. И вот Драчаганет и Крайт, их можно сравнить. Крайт, это если вы хотите идти чисто от сестер резни, но я бы все равно, если вы хотите поиграть именно от пехоты простой, советовал брать Драчаганет, он все-таки более выигрышный, потому что он бафает больше юнитов и бафы там, ну, более ощутимые, потому что вот по Крайту, то, что вы можете на 5 плюс еще раз подраться с кем-то, тут надо, чтобы звезды над ними сошлись, прямо скажем. Во-первых, этот 5 плюс надо прокинуть, во-вторых, надо, чтобы вражеский юнит еще не был уничтожен к концу комбат-фазы, это важно, поэтому, в принципе, Крайд хорош, но более осознанный выбор это Драчаганет или Хагнар пока. Переходим к следующему храму, это Кхейлеброн. Кхейлеброн это такие адепты выживаемости, но, если честно, какой-то альтернативной выживаемости, потому что есть Хагнар, ну, судите сами. В общем, обилка храма позволяет всем Кхейлеброн юнитам, вернее, как, все вражеские атаки оружием дальнего боя, то есть вся стрельба получает минус один на попадание по абсолютно всем юнитам Кхейлеброн. То есть даже там по тридцатке пехоты минус один тухит в стрельбу, по пятнашке милосаев минус один тухит в стрельбу, по герою минус один стрельбу. В общем, приятное, конечно, свойство, но, учитывая, что либо стреляют марталками зачастую, либо тухит можно раскачать, либо тухит и так очень хорош, ну, не сильно вам это сделать по году, хотя, конечно, приятный бонус. Командная способность гласит, что использовать вы можете Кхейлеброн юнит полностью в 12 от героя, который является генералом и можете телепортнуть его в 9 дюймах от вражеского юнит. Так как делается в конце мувмент фазы, двигаться вы после этого не можете, это просто телепорт за Команд Пойнт. Вот это полезно, потому что вы можете, например, взять 15 стрелковых милосаев, телепортнуть их противнику в тыл или с фланга куда вам нужнее и расстрелять ту цель, которую вы хотите. Это можно скомбинировать с телепортацией за заклинание, применение масса, неплохая штука для маневренности, неплохая, честно скажем. Команд Трейд минус 1 к попаданиям по генералу в ближнем бою, то есть на оружие ближнего боя. Ну, просто эффективно, почему нет? Опять же, это не такая крутая живучесть, как пятая варда, допустим, да, но тоже хлеб, тоже хлеб, может быть. На котле минус 1 тухин заиметь неплохо. У вас получается, даже если вы один в поле этим котлом стоите, у вас минус 1 на стрельбу по вам и минус 1 на ближний бой по вам. Это неплохо. Артефакт Whisper Death. Выберите одно оружие ближнего боя носителя. Если кинули шестерку на попадание, то эта атака наносит 1 марталку в дополнение к любому нормальному дамагу. Артефакт здесь чисто на значу, он мусорный, потому что у вас максимум 4 атаки будет и, ну, вы сами понимаете, что с 4 кубов кинуть даже 1 шестерку это не тривиальная задача, а даже если кинете ну 1, ну 2, это вам погода абсолютно никакой не сделает. Несмотря на все мною вышесказанное, храм Келеброн часто фигурировал в спортивной мете, просто потому что минус 1 на ту хит на стрельбу это на самом деле полезно, хоть и нерешающе, но вот этот телепорт, который там есть за Common Point и никто вам не может помешать его сделать, порой может многое решить, потому что оказаться в нужном месте в нужный час это очень полезно. Age of Sigmar это игра в том числе про маневры, про грамотное управление своей армии и когда ваша армия может просто телепортироваться, ну или телепортировать что-то важное, это всегда полезно. Это вам зачтется, это и на точку можно упасть и в тыл оппонента героев попытаться подвырезать и чего только на самом деле с этим придумать нельзя. Применение массы очень гибкое свойство, очень хорошо. Также Келеброн в принципе проходит у нас проверку метой и берется часто, поэтому пока что у нас 3 храма, которые можно спокойно выносить на турниры и в принципе все 4 храма довольно хороши сами в себе. Пятым храмом у нас идет мой, если честно, персональный любимчик это Кельтнар, потому что его обилка гласит, что все дружественные Кельтнарские юниты, то есть по факту все юниты вашей армии могут отступать и чаржить в один и тот же ход. Вы прилетели в Марате, поубивали кучу противников, но кто-то остался с вами завязанный в ближнем бою и казалось бы, вам придется ход тратить, чтобы добить этих там двух несчастных каких-то люминетских копейщиков. Нет, нафиг не надо, вы отступаете на своем 14 муве, хоть в тыл оппоненту и через тыл ему чаржите уже куда вам удобно. Это работает вообще на все. Ваши милусаи не могут быть завязаны, вички, то есть никаких вот этих завязываний не будет. Вы и без того очень маневренные и быстрые с реролами бегов и чаржей, вы часто можете бегать и чаржить, так тут еще и отступление будет. То есть вы на свои 6 дюймов отходите, 14, 8, по сути чаржите, это настолько адски бафает маневренность и без того маневренной армии, что даже как-то перехвалить эту способность тяжело. Она настолько идеально ложится в концепцию быстрых убийц, быстрых ближнебойщиков, что ну прям мое уважение, как говорится. Отличная билка, задумайтесь, кельтнар хорош. Команда билка здесь на самом деле тоже не на сдачу и в умелых руках в нужный момент может сделать оппоненту очень-очень больно. Вы можете использовать ее в начале коммад фазы, если это делаете, вы выбираете один дружеский юнит, опять же, любой кельтнарский, полностью в 12 от героя, который комманда билку использует. До вашей следующей героической фазы, если не модифицированное попадание за атаку в ближнем бою, то есть противник вас бьет в ближнем бою, если он кидает единицу, получает мартал. Очень круто, учитывая, что сейчас у всех массово убрали рерола копеек на что-либо, то есть на попадание тоже релевантность вот подобных способностей, которые триггерят вражеские единички, очень сильно повысилось и, ну, посчитайте сами, сколько марталов враг может получить, просто атакуя вас. В том, консумируйте с этим то, что у вас юниты могут бегать с баклерами, которые на вашу шестерку на своем противнике выдают марталки, мартер с сэкрифайз туда же, то есть на 5 плюс за каждый труп в вашем отряде это еще марталка. В общем, противник, атакуя вас, может внезапно отъехать и сам, и в данном случае это не преувеличение, а так и есть. То есть, противник подумает, хочет ли он чаржить каким-то 14-вундовым, допустим, там, вампирским драконом, вашу тридцатку вечей, потому что он будет на единицы на попадание получать марталок, парочку тут получит, на сейвах может получить довольно прилично, ну, тоже парочку, и за убитых имичек еще на пятерке марталок. Ладно, это не так круто, работает на самом деле на вот такие большие модели, хотя это может их ополовинить, и это очень круто, потому что сейв там тоже очень высокий, и через него пробиваться периодически задачка не из легких. Но приходит какой-нибудь юнит-блендер, делает много-много атак, 50, 60, 90, блин, и просто стрижет с этого марталки, он кидает, допустим, там 90 кубов, это 15 марталок, 15 единиц по статистике, потом вы делаете условных там 60 сейвов, это еще 10 марталок по статистике, потом, даже если у вас вся пачка отъезжает, это еще 10 марталок, а мартер с сакрфайс, я ничего не перепутал, кажется, поэтому он получает где-то 35 марталок, это в принципе хватит, чтобы этот юнит загасить окончательно. Это очень круто, очень хорошая команда билка, она не всегда, конечно, имеет применение, надо думать, когда и куда вы ее используете, хотите ли использовать, но она здесь явно не на сдачу. Команд трейд здесь тоже прекрасный, раз за битву в конце вашей мумент фазы вы просто можете на поле боя в любую точку в 9 от противника призывать отряд гарпий, то есть, либо кхенераи лайфтейкерс, либо кхенераи хардрендерс, но это отлично команд трейд, да, он один раз работает, но вы призываете бесплатный юнит в любое место на поле боя. Этим можно и батл тактики выполнять, чтобы, допустим, точки, которые не находятся на своей территории, захватить, в любой территории, тоже круто, да и 5 гарпий, в принципе, неплохое подспорье в любой игре, почему нет? Очень хорошая команда обилка, она рабочая, самое главное. Артефакт, Гайзес Фаликс, выберите одно оружие ближнего боя носителя, если шестерка на попадание не модифицированная, то это два попадания вместо одного. Мы это уже, кажется, встречали, в принципе, окей. Вот это на сдачу, это вам редко пригодится, но учитывая полезную обилку, команд трейд и команд обилку, мне кажется, храм тоже весьма спортивный. Очень повышает вашу маневренность, вас невозможно завязать, а у вас в армии есть юниты, которые оппонент просто кушать не может, как хочет завязать, потому что, если он этого не сделает, это грозит ему полной аннигиляцией. И вы это можете спокойно провернуть, потому что он не может вас завязать именно по этому храму. Вы призываете юнит, я уже описал все плюсы. В общем, отличный храм на самом деле. Собираетесь на турнир, берите, это хороший спортивный выбор, его надо учиться грамотно водить, научитесь, будет очень круто. Просто играете, это тоже полезно, интересно, прикольно, почему нет. И шестой финальный храм, Зайн Таркай. Зайн Таркай у нас сделан специально для тех, кто хочет поводить побольше милусаев, а выбор это осмысленный. Милусай очень крутый, это элита вашей армии, но никто не сказал, что ваша армия не может полностью из нее состоять, что в принципе довольно лорно-бэково, потому что эта элита формирует отборный кадр и личную армию, скажем так, Марати, и ее высокопоставленных прислужниц, приспешниц, которых как бы эти милусай охраняют, а если что, и быстренько пускают под нож, если они вдруг перестают соответствовать политике партии. В общем, как бы то ни было, это элитные соединения, у них даже собственные храмы небольшие есть, и вот Зайн Таркай, он один из таких как раз. У него аж целых две обилки, что уже нас наталкивает на мысль, что возможно он не так уж и плох. Вы получаете плюс одинок брейвер характеристики, то есть храбрости своих милусай и гарпий. Ну, в принципе, это обилка на сдачу. У вас храбрость там и так высокая, котлы вам бафают и еще, скорее всего, вы будете вообще игнорировать брейвак, поэтому это на сдачу, хотя в некоторых случаях вполне себе пригодится. Вот вторая обилка поинтереснее. Один дополнительный герой Зайн Таркай может взять себе артефакт. Ну, вот это полезно, то есть кроме обязательного артефакта одного по базе, вы можете взять еще один за обилку, потом еще за батальоны. В общем, здесь у вас будет больше артефактов. Хорошая обилка, кто бы что ни говорил. А команд обилка какая у нас? Power in the Blood называется. Вы можете использовать ее раз за фазу, когда выбираете юнит Мелуса или Гарпий, подраться. Прибавьте одну атаку ко всем оружиям ближнего боя этого юнита. В принципе, неплохая обилка. Использовать ее по факту можно только в комбат фазу, потому что в героическую фазу у вас есть команд обилки, которые позволяют вам подраться, но тогда юнит получает команду и не может получать или использовать какую-либо другую команду. Поэтому только один раз что-то одно используйте. Так что да, в комбат фазу это в принципе полезно, потому что есть, конечно, другие команд обилки сейчас общедоступные, допустим, плюс один на попадание, но если вы на юнит в 15 Мелусаев использовали молитву катехизис убийства, то есть на шестерке у вас больше хитов, все-таки лучше сделать больше атак и порыбачить на эти самые шестерочки, потому что реролл инту хит вы себе подвести можете, два плюса вам погоды особой в этом случае не сыграет, а вот больше шестерок и большая вероятность их выпадения за счет рероллов, то есть больше кубов банально кинете, получат шестерки хорошо. Так что неплохая команда обилка, тем более она идеальна к амбитце с Марати, которая, спойлер-спойлер, находясь в ближнем бою, раздает плюс одну атаку Мелусаям и Гарпиам, и это не команда обилка, а просто обилка, поэтому ваши Мелусаям могут получить по плюс две атаки и делать по пять атак в ближнем бою с одной змейки, и это получается пятьдесят атак с десятки, ну или пятнадцать умножить на пять, семьдесят пять атак с пятнашки. Просто кладем Майндрейзер, Катахизис, опаиваем их Вичбрю и разносим вообще любой юнит в игре за одну фазу. Очень круто. Это действительно хороший баф именно для Мелусаяев, потому что именно им в этой книжке он будет наиболее полезен. Коммент Рейдзан Таркхая, Кёрс оф Заблади Хэндед, Проклятие Кровавого Рукова, очевидно речь о Кейне, но не только, зная события Бекота. В конце комбат-фазы киньте кубик за каждый вражеский юнит в трёх от генерала. На пятёрку до три мартала. Ну, не очень. На сдачу. В принципе, конечно, оно может сойти, но опять же, тут условие, что вражеский юнит должен после ваших атак остаться в живых, чтобы это хоть как-то сработало, потому что надо, чтобы банально на кого-то это работало. Вы не всегда хотите быть генералом в ближнем бою, а хотите скорее маневрировать где-то немножко поодаль. Поэтому, ну, такое себе, такое себе, на сдачу. Артефакт. Кримсон Телисман. Минус один из бросков на ранение в ближнем бою по генералу. А вот это уже неплохо. Опять же, если вы всё же каким-то образом оказались в ближнем бою в минус один тунт, это очень-очень хороший дебаф, который вам пригодится. Он лучше, чем ничего, скажем так, не самый лучший артефакт, но выживаемость вашему котлу поднимет, учитывая, что условный котёл вы хотите иметь в ближнем бою в какой-то момент. Ну, когда у вас аватар проснётся, то есть третий ход, да, вы не хотите получать много ран, артефакт вам это прекрасно позволяет. В общем, что можно сказать про Занторкай? Это хороший выбор, если вы хотите играть от Мелусай и Гарпий, но не единственный, потому что храмы в этой книге, как я уже говорил, сделаны очень грамотно, они отлично коррелируют с стилем игры армии, очень вписываются в концепцию, хорошо соответствуют Беку, по которому они, собственно, и написаны. Поэтому, если вы хотите гонять только Мелусайов, никто не сказал, что вы не можете делать это по условному Хагнару и получать ими пятую ворду и считаться на одну ступеньку выше по таблицам кровавых ритуалов. Хотя, наверное, за Таркайс уже полезнее, но можно и так, и так. Можно и по Кельтнару гонять Мелусайов, как и никто вам не запретит гонять полный Ройстер Слоутер сестёр по тому же Хагнару. Можно и по Крайту, можно и по Драчи Ганету. В общем, вариантов много, храмы все хорошие, кроме, пожалуй, все-таки того Крайта, того самого. Просто все остальные пять, они лучше, Крайт неплохо сам по себе. И для френдли игр, если вы вообще не играете на турнирах или не планируете, или вам просто хочется попробовать вывести условно 120 Слоутер сестёр, ну, берите Крайт. Окей, можно попробовать, может быть весело, но все остальные пять это хороший, компетитивный турнирный выбор, и это на самом деле большая редкость, когда в книге вот пять из шести суб-олиджинсов, субфракций, то есть там регионов, храмов, анклавов, неважно, имеют отличный полновесный спортивный потенциал. Очень хорошо, очень нравится, здесь действительно можно комбинировать юниты между ними, то есть не обязательно придерживаться какой-то одной концепции, потому что за Антаркая вы вполне себе можете взять тридцатку Вичика, и они могут выполнять какую-то роль, хотя они получают никаких бафов. Ну, по тому же Хагнару вы можете отлично комбинировать юниты как Вичик, Гарпий, Мелусаёв, и все будут от этого храма получать какие-то бонусы. В общем, собраться можно очень разнообразно. Следующими у нас идут юниты Дочери Хейна, их мы рассмотрим в уже следующей части выпуска, потому что там есть о чём поговорить, юнитов там прилично, правил тоже, хочется обсудить растера и может быть какие-то комбинации, которые можно уместить. Опять же, теперь мы знаем про храмы, молитвы, нам будет проще понять какой юнит как работает, на это на всё надо время, поэтому возьмём отдельный полновесный выпуск под это дело. Ну а пока, прежде чем с вами в очередной раз попрощаться, хоть и до скорого, я хочу поприветствовать всех новоподписавшихся, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы есть, спасибо за ваши хорошие отзывы, не только новоподписавшимся, а вообще всем, кто оставляет комментарии, вы не представляете, как это нереально заряжает позитивом, это позволяет дальше творить, это круто, спасибо, я с удовольствием читаю все ваши комментарии, учитываю пожелания, по мере сил и возможностей, стараюсь это как-то имплементировать в выпуске и всегда отвечать, так что всем привет, с кем еще не здоровались, и всем, кто послушал, до свидания, до скорого, до скорых встреч, и кстати, обратите внимание, что внизу описание видео, у меня есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, это группа по факту канала, там я выставляю также анонсы, выставляю релизы, там делюсь своим покрасом, туда мне можно писать, если вдруг захотите поиграть или поучиться играть, если вы еще не умеете и у вас нету армии, то не проблема, пишите мне, договоримся на какой-нибудь день и в клубы Голдфиш, мы с вами сыграем, я вам выдам армию на тысячу очков, у меня там выбор из нескольких, поэтому да, как-то так, до скорого, до скорого, всем пока!